Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы благодарить организаторов форума для возможности предоставить результаты нашего исследования на тему сфены фенотипа рака молочной железы на фоне неодевантного лечения. Актуальность ни для кого не вызывает вопросов, потому что ежегодно в России выявляется более 62 тысяч новых случаев рака молочной железы. В структуре онкозаболеваемости населения Санкт-Петербурга а рак молочной железы занимает первое место. Целью нашего исследования стояла оптимизация оценки динамики морфологических изменений и иммуногистохимических характеристик экспрессии гормонов HER2 и K67 в процессе и после завершения неодевантной системы терапии для персонализации. Из задач исследования было охарактеризовать рецепторный фенотип до патрепан-биопсии и после химиотерапии по операционному препарату. Сравнить рецепторный фенотип в метастазах опухоли и лимфатических узлах с фенотипом первичной опухоли по трепан-биопсии, а также в операционном материале по резидуальной опухоли в молочной железе. А также оценить динамику клеточной плотности и индекса пролиферативной активности к рационам молочной железы до и после химиотерапии. Из материалов нашего исследования это был архив материал опухоли и молочной железы патолого-анатомического отделения Института онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Это было 80 случаев до и после завершения неодевантной терапии именно по схеме ТАК и ТЦ. Материалами служили биоптат, резидуальная опухоль, а также метастазы в случае, если они были. Мы использовали матричные исследования, составляли матрицы с помощью ТМА Грандмастера для адекватной оценки и равных условий в материалах. Эти методы позволяют большой материал анализировать намного быстрее, чем будет каждый случай отдельности. При распределении рака молочной железы в зависимости от биологического потипа опухоли мы использовали порог КИШ-67 в 14% для определения высокого или низкого процента. 41% составлял гормонально-позитивный рак молочной железы с низким индексом КИШ-67. В 21% индекс КИШ-67 был больше 14%, а гормональный статус охранялся. В 14% ХЕР-2 статус был 3% положительный, и трижды негативный рак был в 22%. Полный морфологический ответ был зафиксирован в 15% случаев. Ни одного случая полного регресса не было в группе гормонопозитивных раков с низким индексом пролиферативной активности. В то время как трижды негативный рак зафиксировал полный патоморфологический ответ в 75%. При исследовании степени лечебного патоморфоза по РСБ в 15% был полный патоморфологический ответ. Другие группы занимают от 2% до 46%. При анализе терапии, которая использовалась, полный патоморфологический ответ был зафиксирован примерно в половине случаев и той, и той терапии. Хотелось бы остановиться на оценке лечебного патоморфоза. Для кого не секрет, что HRCC рекомендует именно анатомическую классификацию, поскольку классификации, которые созданы, они основываются на анатомии. Соответственно, в данном случае нас интересовала именно клеточность. Если рассматривать полный патоморфологический ответ классификации Миллер-Пейн-5, который учитывает только регресс опухоли, она не учитывает метастатический ответ в лимфоузлах. РСБ же оценивает не только клеточную плотность, но и статус лимфоузлов. Но фундаментом является именно анатомическая классификация. Представим, что в клинику возвращается ответ из патолоанатомической службы, где стоит только классификация по РСБ. Стоит вопрос. В клинике получается ответ с РСБ статусом 2. Но можно обратить внимание, что разница, вопрос будет стоять перед клиницистом. Это опухоль хорошо ответила с низкой клеточностью? Или же это были лимфоузлы? Мы посмотрим, что, например, если бы у нас был один лимфоузел при низкой клеточности, это был РСБ-2. В то же время при высокой клеточности и отсутствии лимфоузлов, это также будет РСБ-2. Поэтому хотелось бы, чтобы в обязательном порядке анатомическая классификация звучала в репорте патологоанатома. Мы рассматривали изменения стадии в категории Т, клинической и патологоанатомической. В 15% случаев категория Т перешла в категорию полный патоморфологический ответ. В то время как в 70% случаев категория Т уменьшилась. В 13% стадия Т не изменилась. При изменении стадии Н в 40% клинические Н1, 2 или 3 перешли в стадию Н0. В 35% клиническая стадия Н и патологоанатомическая осталась неизменной. Тогда как в 25% осталось как были лимфоузлы, так и не остались положительными. Также было отмечено, что в категории Н до лечения и после. В 50% случаях категория Н1 и Н2 была бы клинически стояла как Н1 или Н2. В патологоанатомическом заключении лимфоузлы были с признаками полного регресса. То есть лимфоузлы были положительными, морфологически есть критерии того, что в лимфоузлах был метастаз. В 41% клиническая стадия стояла 1 или Н2, но лимфоузлы были без признаков лечебного патоморфоза, обычного строения. В 8% категория Н0 осталась категорией Н0. Также мы проводили имейдж-анализ препаратов для оценки клеточной плотности опухоли, как до лечения, так и после. В среднем клеточная плотность опухоли до лечения по биоптатам составляла 7000 клеток в 1 мм2, после лечения – 4000 клеток. Также индекс пролиферативной активности в среднем – 46% до лечения и 27% после лечения. Нас интересовал вопрос. Ребиопсия метастатического рака молочной железы – первоначальная гетерогенность опухоли или же смена фенотипа? Поскольку было проанализировано много статей, где сравнивалось изменение рецепторного статуса до и после лечения. И было отмечено, что по данным метаанализа по рецептору эстрогенов изменения составляли 20%, по рецептору прогестерона – около 33% и в оценке HER2 статуса – около 10%. Наша иммуногистохимическая панель для исследования рака молочной железы стояла стандартной панели эстрогенов, прогестеронов HER2-K67, а также интересующие антитела мы расширили, используя дополнительные параметры. В нашем исследовании было отмечено смена иммунофенотипа на фоне лечения. В статусе эстрогенов и прогестеронов имеются до 10% изменения статуса. Они разнонаправленные. Как был положительный статус, может быть, потом после терапии он снизится, либо же наоборот он отсутствовал, а после терапии появился. Также в процентах HER2 были разнонаправленные изменения. Но хочется отметить, что в целом процент опухоли и гормон позитивных до лечения и после оставался на одном и том же уровне. Но внутри группы изменения были. То есть в целом, если смотреть, то вроде бы изменений нет по процентам. Но внутри группы есть изменения. Существует интересная статья про экспрессии транскрипционного фактора FOX-A1. Это является фактором благоприятного прогноза для гормон позитивных опухолей молочной железы. На нашем исследовании, если рассматривать опухоли до лечения и после, при экспрессии FOX-A1, получается, что для гормон позитивного рака FOX-A1 должен быть очень высокий. Он и остается высоким при высоких баллах эстрогенов и прогестеронов. В резидуальной опухоли, где идут изменения статуса, где снижается эстроген и снижается прогестерон, FOX-A1 остается на высоком уровне. Но при исследовании метастазов можно было отметить, при снижении индексов эстрогена и прогестерона, FOX-A1 остается также на высоком уровне. Даже если смотреть промежуточную группу, где эстрогены составляют баллы от 1 до 5, FOX-A1 также на высоком уровне. Наши выводы, они нашли свои подтверждения в статьях, где FOX-A1 также является прогностическим фактором хорошего прогноза в гормон позитивных раках молочной железы после неодевантной химиотерапии. Также были отмечены изменения статуса HER2 в опухоли и в метастазе, разнонаправленные как снижение, так и увеличение. И выводы нашего исследования, ну, необходим персонализированный подход в оценке рака молочной железы, биопсии резидуальной опухоли метастаз. Для резидуального подхода в диагностике рака молочной железы. И хотелось бы отметить, что FOX-A1, мы надеемся, является фактором благоприятного прогноза рака молочной железы, даже в случаях, когда идет снижение рецепторного статуса, но FOX-A1 остается на высоком уровне. Спасибо за внимание.